Хочу вам показать свою косметичку отпускную и что я брала для отпуска. Так, давайте начнем с этой полочки. Я тут уже из косметички вытащила. И, кстати, косметичка у меня такая большая. Вот Sigma очень удобная. Так, во-первых, я брала вот такую смывку для глаз от Хелена Рубинштейн. Очень хорошо она снимает весь макияж с глаз, водостойкую тушь, карандаш. Отличное просто средство. Естественно, Биодерма, Сенсибио. И использую как тоник, и использую как мицеллярную водичку. Так, дальше что? Крем. Использую его как ночной крем от Биотерма Квассурс. Отлично увлажняет. И если даже кожа немножко там, например, на пляже обгорела, отлично восстанавливает. Так, в качестве дневного крема я использую такой крем от Хелена Рубинштейн Гидрокаргенист. Быстро впитывается, отличный крем. Очень хорошо макияж на него ложится. В общем, мне нравится. Так, что дальше? Для глаз. Для глаз взяла вот такой гино-крем с лифтинг-эффектом. Хорошо он, в принципе, впитывается. Очень мне нравится. Так, что еще? Я, в принципе, взяла еще вот таких пробников. Так как не захотелось мне тащить немного полноценных баночек. Сейчас возьму, покажу вам, что я взяла еще с собой для ухода. Так, вот такой Гиппо Сенсибл Крем Хиппо Дейпер Протекшн Крем от Академии. Тоже использую в качестве дневного его. Так, Золан. Вот такой. В общем, лосьон против после загара от Сисла. Еще не пробовала. Вот такой. Супер Аква Ай. Еще пробники. Для... Крем для глаз. Дальше. Тоже крем для глаз, но из другой серии. Секьюз Айтэйч. Это уже более такой питательный. Вот такой крем у меня был. Отличный. Но не всегда он бывает хорошо впитывается. Иногда на некоторых глазках скатывается. Потому что он такой уже с лифтинг эффектом. Так, далее. То же самое. Что тут у нас? Далее Супер Аква Дей. Вот такой. Это уже для лица. И второй тоже самое. Такой же. Еще от Сисла я взяла Флюид. Такой увлажняющий. Так, еще для волос. Я взяла шампунь, он встает в ванной. И взяла масло Керастаз. И термомолочко Керастаз. Без них я не могу обходиться. Волосы у меня просто плохо тогда лежат. И жесткие. Вообще, в общем, я их всегда беру с собой. Так, что еще? Ну, расческа вот такая. Керамическая. Так, я не помню, какая ферма. Не помню, как она называется. В общем, вот такая. Ионная керамика. По-моему, Оливия Гарден. Да, что-то такое. Обычное. Утюжок. Такой Филипс. Дальше, что еще? Еще у меня фен здесь. Вот такой я вам как-то показывала. Сейчас я вам это стану покажу. Белый. Вот такой. Такой фен Паралюкс 3800. Отлично. Он быстро сучит волосы. Потом он не портит. Так как другие фены. Очень хорошо получается укладка с этим феном. Так, что еще? Что еще я брала? В общем, ну, здесь лак. Ресторант. Мисс Дёршери. Паралюкс 3800. Салфетки для снятия макияжа. По макияжу маникюра. Такой наборчик. Давно у меня уже, кстати, взлетал. Но очень удобный. Здесь пинцет, ножнички и пилочка. Так, и для макияжа взяла, в общем, две вот такие палетки от Too Faced Romantic Eye. И, естественно, летнюю Summer Eye. Я ее показывала. Можете посмотреть обзор на нее. Так, взяла, естественно, Naked палетку. Первую. Очень удачная летняя. Для лета летний вариант однозначно. Так, что еще здесь? Здесь кисточка для пудры от Teor, моя любимая. Отлично она наносит пудру и полирует. Так, ватные диски. Что еще здесь? Здесь я еще как бы не разложила. Ну, давайте покажу. Взяла Face and Body Makeup Forever в оттенке 20-м. Очень мне нравится на лето. Он такой прозрачный, нетяжелый. И все равно, в любом случае, он перекрывает несовершенство чуть-чуть. И однородный цвет лица делать. Мне нравится, очень хороший. И он в водостойке. Так, дальше. Пудра от MAC. Монеральная Skin Finish Nature в оттенке Light. Тоже очень нравится на лето. Иногда я наношу ее просто на крем или на базу самостоятельно. Так, что тут еще? Так, база Urban Decay. Так. Что еще? Makeup Forever. Консилер под глаза. Lift Concealer в оттенке. Тройка. Но пока он как-то мне даже не понадобился на море. Не знаю. Наверное, выспалась. И не требуется консилер. Тушь Хелена Рубинштейна. Очень, кстати, мне нравится. Сейчас одна из моих любимых фаворитов. Так, еще забыла показать крем для лица. Вот Bar Minerals. Так, что-то он плохо фокусируется. Вот. Матирующий. Кстати, классный крем. Он не то, что матирующий. Он увлажняющий. Он для комбинированной кожи. Поэтому я говорю, что он матирующий для меня матирует. То есть, он жирного блеска не вызывает. Хороший, кстати, такой крем. Так. Что еще? В общем, в этом отделении у меня кисть для лица. Я ее, кстати, очень люблю. Хотя многие ругают. Это MAC 150. Она такая большая. Пушистая. И ничего, она не жесткая. Просто ее нужно почаще мыть. И правильно мыть. Я вот даже делаю маски своим кистям. В общем, если интересно, расскажу более подробно. Так. Дальше. Естественно, это Sigma. Так. F80. Такая для тонального. Это кисточка для румян. MAC 168. Уже номерок стерся. Такая скошенная. Отличная кисть. Моя самая любимая для румян. Так. Для нанесения теней. Плоская кисть MAC 239. Для консилера. Это Sigma P86. Такая. Мама. Так. И для подводки гелевой я взяла такую кисточку. Вот MAC 209. Так. Что здесь? В этом отделе. В общем, карандаши для глаз. Один карандаш для глаз Estee Lauder. Такой. Серый. Тенки графит. Мне очень нравится, кстати, просто делать подводку, ресницы и уже макияж для пляжа, так сказать, котов. Такой стойкий карандаш держится в течение 12 часов. Так. Карандаш для бровей. Такой. Для корди. Шеточка. Очень, кстати, мне нравится сейчас вот этот карандаш. Такой он серо-коричневый. Больше серый. Для моих бровей как раз самое то. Так. Что дальше еще? Еще карандаш коричневый Estee Lauder. Такой. Оттенки кофе. Дальше еще карандаш для бровей. Уже 100-таки у меня карандаш от EOR в оттенке SEND. Да, такой он среднекоричневый. И не только карандаши для губ. Так. Это MACO PORREVO натуральный. 1S. Или 1C. Сейчас вам покажу. Такой он. В общем. Такой натуральный карандаш. Далее вот сюда еще затесался. Я забыла. Карандаш черный. Тоже от Estee Lauder. Так. Для губ. MAC. Сэп Кэлча. Такой натуральный. Такой. Что еще для губ. Еще для губ. Вот, кстати, один из сейчас моих любимых карандашей. Это Cascade. Of course. 314. Он такой розово-бежевый. Больше, конечно, он такой розовый. Очень мне нравится. Отличный. Отличный такой вариант. Нежный. Нежно-розовый. Многие розовые помады подходят. Далее. Карандаш. Estee Lauder. Такой. Розово-коричневый. 0,4 роз. И еще один карандаш от Chanel. 34. Такой. Для губ я почему-то запаслась на все случаи жизни. Мало ли не подойдет. Так. Что еще у меня тут? Взяла один блеск. Потому что сейчас у меня в фаворитах. Пользуюсь им. Не знаю. Мне кажется, много, в принципе, не нужно блесков. Если едешь на несколько дней на море. Вот такой 73 бонбон. Вот такой розово-золотистый. Розово-золотистый такой. От Chanel. И взяла несколько помад. Так. Сейчас вам покажу. Так. Помада 41. От Chanel. Вот такая вот она. Песочно-золотистая. Я, кстати, люблю под Naked палецку использовать. Вот такая. Так. Это... Моя любимая 54-й бой. Такая розовая. Натуральная. Иногда она даже немножко в сиреневинку уходит. Это 54-я. Еще раз. 54-я. Рожка. Классшайн. Такая. Такой красивый оттеночек. Очень классно блестит. И мне нравится, что это как помада. Помада Блиск. Это Mac Angel. Всем, наверное, известный такой. Тоже такая розовая. Розово-натральная, но больше в розовую. Скину кубках она. Так. Что там еще осталось? Сейчас я посмотрю. Еще одна помада. От Mac Hue. Такая она больше в бежевый. Больше натуральная. Карамельная даже натуральная. Такая. Точилки, естественно, взяла. Такая обычная точилка. Такая. В общем, двойная. Еще точилка. Так. Мой огромный пинцет вообще. Ну, нейм. Неизвестно, откуда она мой любимый. Так. Что еще? Ножнички. Так. Все. Все это из моей косметики, видите, не так уж и много. Но, в принципе, все, что мне нужно. Все, что мне нужно, я взяла. И этим всем пользуюсь. Ничего это, в принципе, не лежит. Может, карандаши я чуть-чуть для губ перебрала. Ну, в принципе, все, что мне нужно. И это была моя летняя отпускная косметичка. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, что-то для себя там подчеркнете. Все, кто отдыхает, пожалуйста, наслаждайтесь летом, морем. Отдыхайте. Все, кто еще не отдыхает, удачных вам предстоящих каникул. Пока-пока. Продолжение следует.